Меня в последнее время вот тоже так спрашивают люди, а что делать неевреям вот в мессианской общине? То есть человек приходит, он хочет быть в мессианской общине, да? Что ему нужно? Я говорю, ничего. Он должен отставаться представителям своего народа. Не нужно из него делать еврея. Это неправильно. Точно так же, как из евреев, не нужно делать американцев или русских. Нарушается второй принцип самоидентификации человека в мире. Кто помнит все три? Поднимите руку, пожалуйста. Два человека. Мириам и Ира. Хорошо. Хорошо. Напомню, это базовые, основные признаки, по которым человек определяет себя как личность. Первый половой признак. Человек определяет, кто он, мужчина или женщина. Второй, этнический, к какому народу он принадлежит. И третий, религиозный, к какому Богу он будет поклоняться. Просто запоминать. Это очень важные такие вот уроки. Потому что, когда кто-то пытается кого-то лишить одного из этих трех признаков, он разрушает фактически общество. Разрушая вот эту душу. Потому что у человека будет раздвоение внутри. Это неправильно. И поэтому мы должны помнить, что мы принадлежим еврейскому народу. У нас есть свой гораль, у нас есть свой жребий или судьба. Вы помните, да, в книге Ишуа Бенуна бросали или тянули гораль, жребий. Кому какая земля достанется. В Иврите есть, наверное, может больше, но я знаю два слова. Гораль – это жребий, судьба. И пур – это тоже жребий, которые бросают как бы, как жребий. Тянут как жребий. Но гораль всегда связан не с одним событием, а действительно с судьбой, как бы с жизнью. Поэтому для нас очень важно помнить, что у каждого народа, это по Писанию мы знаем, есть своя судьба, свой путь и свое предназначение. Неправильно лишать людей своего предназначения. Потому что сегодня ощущается некое такое модное влияние быть принадлежным к мессианской общине. И если кто-то чувствует, что внутри него такое работает, я думаю, нужно просто помолиться и исправить это место. Это не значит, что нужно противостоять, но это и не значит, что нужно перестать быть самим собой. Бог хочет, чтобы каждый народ на своем языке славил его, поклонялся ему, воздавал ему честь и хвалу. И главное, исповедовал, что Ишуа – это мессия в славу Бога Отца. Вот именно на том языке, на котором он говорит.